Ребята, всем доброе утро! Вы на канале Грибной Банды, а раз доброе утро, значит пора завтракать. В одном из своих видео мы рассказывали о пользе лисички обыкновенной, о том, как её употреблять, девчонки, на голодный желудок. И сейчас их спросим о их вкусовых ощущениях. Слегка горчат. Согласна? Да. Теоретически сейчас засуха сушит, поэтому мало дождя, и они могут чуть-чуть горчить, чуть-чуть перцем отдаёт. Согласна? Вот. А о пользе того, что приносит утренний завтрак лисичкой, мы расскажем чуть позднее, почему про это хотим рассказать, потому что в комментариях нас настоятельно просили в одном из предыдущих видео. Кстати, ссылка на видео будет в описании к этому видео. Так что кушайте, не бойтесь. Вот прям так, как вы её нашли в лесу. Принесли из леса, положили в холодильник. Скушала? Да. Вот. Вот, уже дойдает. Вот. Курс лечения 10 дней. Всё. Пойдём на работу, не будешь? Ха-ха-ха-ха. Нет, всё нормально. Итак, ребята, оставайтесь на нашем канале, дальше будет интересней. Видите? Стоят как светофорчики такие. Красивые же, согласитесь? Вон они. Вон они, здоровские-здоровские такие вот лисички. А июль месяц, это как раз самое-самое время сбора вот такой классный, вот такой хорошей лисички. Что сказать, калининградская погода, она непредсказуемая. Налетел. Маленький дождик, появилась тучка. По-быстрому прыс-прыс. И всё. И опять солнышко, и опять комары. Вот это сочетание, конечно, комар, то есть сочетание дождливой погоды и... Жары, ну, это убийственно. Комара миллион. Тучечка отбивает. Тучечка только что пропикал навигатор. Дошли до точки. О том, что дошли до точки, я и так знаю, так как... Пошли лисички. Вот они самые сейчас хорошие, самые бодрые. Следующая волна сейчас пойдут. Должен пойти, езжу их жёлтую уже скоро. Ну, хорошо, что хоть пошли у нас чуть-чуть-чуть-чуть-чуть пошли дождики. Скоро должна природа проснуться окончательно. Грибница заработать должна. Ребята, спасибо вам большое за такой отклик на вопрос про моремушку или серо-розовый мухомор. Вот, надо будет её всё же попробовать, думаю. Я её... Вот она какая. Баска. Я её всё-таки попробую. Вот он, красавец. Серо-розовый. Спасибо за ваши комментарии. То, что мне написали. Не ожидал даже такого отклика. Спасибо большое. Даже звонок был. И мне говорят, ты представляешь, её даже сушить можно. И говорят, в сушке суп из неё вообще бомба. Лучше, чем из белого. Вот интересно, насколько это правда. Думаю, попробовать. Спасибо ещё раз за такой живой отклик. Это хорошо. Нет, я её, пожалуй, возьму. Пожалуй, возьму. Попробую. Лисички красавицы. Так вот, возвращаясь к теме нашего видео. Ребята, вы можете сказать, вы питаетесь там супер-пупер, ем только домашнюю пищу и так далее, и тому подобное. Но от фактов вы никуда не уйдёте. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% населения планеты, оно заражено гельминтами. Извините, как бы это ни прискорбно звучало. И гельминты в организме у человека это не обязательно те, которые... Те из детства, извините, глисты. Нет. Они могут быть в организме и в печени, в почке, в почках, извините, в голове, в глазах и так далее, и тому подобное. Весь организм у человека подвержен заражением. Так вот, лисичка это, естественно, природное средство, которое без побочных эффектов убивает и выводит из организма всех гельминтов на уровне яйца. химических реактивов таких еще не придумываем. Почему, думайте, когда происходит химобработка человека против всевозможных гельминтов, почему она происходит в два этапа? Первый этап убивает взрослые особи. Второй этап убивает тех, которые уже вылупили из яйца. Лисичка это делает все за один раз. И вы же все знаете, наверное, не зря возникла пословица одно лечит, другое калечит. любое химическое средство наносит какой-то, имеет какую-то побочку. Согласитесь со мной? Лисичка этого ничего не делает. Она просто за счет хитомонозы она выводит это все из организма. Кстати, хитомоноза, ну, я так привык, по разным сведениям, ее еще называют хитинмоноза. Вот. Так что грибная банда настоятельно рекомендует ребята. Ребят, я тут такую штуку увидал. Вы обалдеете, честно. Это далеко не гриб, это смотрите. Смотрите, что я нашел. Ух! Представляете? Раз, два, три, четыре, пять. Пять отростков. Пятилетка, олень. Благородный. Это я сейчас крупным планом его положу. Он не влазит. Смотрите. Вот такая штуковина, представляете? это рог благородного оленя. Причем пяти леточки. Представляете, насколько настолько это ну, редко. Интересно, к чему это найти рога в лесу? оставьте комментарий. Только не надо про намекать на те рога, которые ставят. Здорово, согласитесь? Вот такая находочка. спасибо лесовичку. Собирать лисичку одно удовольствие. Она вот такими дорожками вон там не видно. Вон там в кустах и вот такая вот красивенькая чутенькая лисичечка сестричечка. Так вот, ребят, возвращаясь к всему вышесказанному, согласитесь, ничего же трудного набрать из расчета одну-две средних размеров лисички принести домой. Положите в холодильник. Поверьте, она неделю дней десять она у вас свободно пролежит. Чего с ней будет в холодильнике? Но единственное условие ее нельзя мыть. Как вы ее привезли из леса, так и положите в холодильник. Утром натощак за полчаса до еды скушайте одну-две лисички. Противного этого нету, в этом ничего нету. Вы сами видели, девчонки едят ее прямо в лесу, даже без соли. покушали. Эту процедуру растянуть, вернее, провести в течение семи десяти дней. И ваш организм будет полностью очищен. Вот так. Надо пользоваться тем, что дает нам матушка природа, а не всякой химией, которую продают в аптеках. Вот какие они здоровские, смотрите. Ух, какие. Как раз набрали, набираются силу. кстати, на вкус на вкус они, ну, я бы сказал так, чуть-чуть-чуть-чуть горчат. В смысле лисички. Но горчат они в том случае, если не было дождей. Когда они молоденькие и даже сладенькие. Довольно-таки вкусные, можно кушать свободно. Ничего такого криминального вот в них нету. Вот как бы не было, вот потихоньку разговариваю с вами. Режу потихонечку, стригу лисички. Вот как бы вот так вот. Вот такой результатик. Напоминаю, бандосовское ведро 22 литра. Литров 5. Я уже съела нас трех. Потихоньку. Вот такая лопушистая правда. Эти уже чуть-чуть переросли. Вот. тем не менее эта лисичка она червивой априори не бывает. кстати, в одном видео мы говорили то, что хотим посмотреть. у нас жара была за 30 в прошлом году, когда сказали то, что хитомоноза при больших температурах разлагается и гриб все равно становится червивым. Не знаю, ребята, у нас была и 30, и 35 червивой. в этом году я не встретил. Не знаю, может, какой-то очередной фейк. Все может быть. Но я ее не встретил червивой. Еще раз повторюсь. Так что мы будем продолжать резать, а вы оставайтесь на нашем канале. Думаем дальше еще что-нибудь интересное найдем. Наталь, будешь веселку? Да. Держи, очищаю ее сверху, как банан прямо вот. Шкулку да, вот так очищай. Может, ты первая? Я уже ела. Так что, это тебе посвящение в банду. А все, нам все надо съесть? Ну как? Сейчас, дай им скажу. издевается, да? Знаете, я как в этом сочувствую последний герой там на выживании. в игре в игре, да. Вот там деньги дают за это. Тут волонтерство. Там приз есть в конце. Хотя будут грибы призом. Ну, внутри вкуснее, чем снаружи. слизь самая полезная. Это я уже не буду. Слизь самая полезная. Ладно. Вы посвящены в банду. Спасибо. Лисические баски сейчас вот они самые клевые. Вот они дорожками. классными дорожками. Ну, согласитесь же, красавицы стоят. И, как ни странно, по крайней мере, рано для этого времени я уже первую молочаю видел. Первый в этом году. Значит, он скоро уже будет массово идти. Солнышко, зараза, как будто играет. То спрячется, то покажется. Но, ребята, вот согласитесь, вот мимо такой кучки никак не пройдешь. Согласитесь? Ух! Ух! Лисовичок сегодня на нашей стороне. Правда, минус. Есть маленький минус. в очередной раз потерял ножик. Пришлось брать у девчонок. Вот такие лисички. Классные, здоровские лисички. И вот их сколько. Ребята, спросите, где я нахожусь? Черняховский район. В этом году, как ни странно, вот по летнему грибу хорошо пролило Черняховский район. И именно в нем идут грибы. Сколько не ездил городейский лесной массив, молчит. Сколько не ездил туда, Сосновка, Полесский район, то же самое. Тишина, леса еще сухие. Но как я думаю, скоро будет большой-большой бум. Все выстрелит и все пойдет сразу во всех лесах. Честно. Но только единственное минус какой, так как не было по большому счету летнего грибака лосовика как такового его не было. Согласитесь. И получается вот этот один бум он будет всего один раз. Обычно в нашем регионе ну рекорд сбора рекорд сбора в нашем регионе где-то 5 декабря. У нас в 19-м году было закрытие 20 закрытие сезона. кстати на канале есть обалденное видео про это. Так вот 21 ноября мы отмечали закрытие, а 22 у нас получилось так, что приезжали девчонки с Якутии и они попросили за грибами. 22 мы поехали. Мы набрали 8 ведер. Так они были в таком восторге. Они снимали видео, отсылали себе туда в Якутию и аж уезжали и говорят у нас снега извините по поясу. А мы грибы собираем. в этом году этого не будет и скорее всего повторится прошлый год то, что по осени к концу октября уже гриба не будет. Я думаю так, но зато вот этот выстрел осеннего гриба будет ну очень массовый. согласитесь дорожка лисичка. Как-то так. И вот солнышко опять выглянуло. А мы пойдем дальше дорежем и пойдем дальше. Хоть видео сегодня мы снимаем непосредственно о лисичках фактически другие грибы не собирался снимать. Ну как не снять вот эту красоту ребят представлять не буду. Я его упоминал неоднократно в наших роликах. Ну вот такой вот молодой гриб баран. Счастье грибника. Вот такой он молоденький вот представляете он вот такой твердый твердый. Вот он второй и вот тут вот третий честное слово этот год какой-то бараний если можно так сказать. Вот он видите какой вот здорово самое самое главное ребята надо лесовичку сказать правильное волшебное слово. Правильно попросить и положить правильный гостиниц. ребята спасибо большое за то что досмотрели до конца спасибо за то что выслушали старого грибника если можно так сказать спасибо за то что поддерживаете нас своими комментариями лайками по итогам сегодняшнего дня я набрал наше бандосовское ведро у нас ведро 22 литра мое по крайней мере сколько девчонки набрали показывать не буду почему потому что кроме лисичек они собирали и грабовик и белый все подряд ну у них гораздо больше не буду сильно это афишировать оставайтесь на нашем канале думаю дальше будет интересней совсем скоро пойдет ежовик желтый совсем скоро пойдет грифола курчавая синяк пойдет зонтик да всего не перечислить в общем думаю будет интересно всем спасибо